Всем привет, с вами Марс. Сегодня мы все-таки посмотрим закрытую бету в The Elder Scrolls Online. Перед вами создание персонажей. У нас на выбор есть три альянса. Как я рассказывал в своем обзоре на игру, точнее мнение о The Elder Scrolls Online, это Таггер Фольский Ковенант, это Альтмирский Доминион и Пакт Эбонхерт. Мы будем играть за Пакт Эбонхерт, за Тёмного Эльфа. Можно посмотреть различные вариации брони. Так, теперь давайте-ка приступим к классам. У нас есть на выбор четыре класса. Dragon Knight, Sorcerer, Nightblade и Templar. Какого хрена? Ну почему? Ну почему вот именно сейчас мне надо писать в Sky? Ладно, неважно. Так, мы будем играть, пожалуй, за Nightblade'ом. Такой интересный персонаж. Как вы видите, тут масса-масса-масса разных настроек. И персонажа можно сделать абсолютно уникальным. Вам настроек хватит для этого. Что ж, сделаю вот что-то такое. Типичный убийца. Нормально. Фейс. Фейс ему сделаем более героический. Да, голос, чувак, к тебе подходит. И красные глаза. Ой, это же брови. Эйдж. Эйдж мы ему сейчас отпустим. Откуда он более молодо выглядит. А глаза у него будут красные. Потому что он все-таки темный эльф. Но и имя у него будет... Не знаю, давайте так попробуем. Звать его будут Маркей, отныне. Сразу про музыкальное сопровождение. Все это написано по мотивам Скайрима, по мотивам Морровинда и Обливиума. Тут встречаются треки со всех этих трех игр. Тем не менее, атмосфера Скайрима тут есть. Ну вот мы и попадаем. Великолепно. Видите эти лаги? Невероятно. Вот мы, в принципе, и начинаем. Как разработчики обещали, есть два вида. От первого лица и от третьего лица. От первого лица он, как бы, я вам скажу, не впечатлил. Да, игрушкам не нравится, но... Как бы по механике могли и наблизить к Скайриму. Проще говоря, это был жрец Мотылька, который поможет нам сбежать из плана Обливиона. Это план Обливиона. Деидрического лорда Молагабал. Воу. ФПС. Полегче. Вот так тут выглядит Деидра. Интересно. На самом деле, интересный мир такой. Ну, рассматривать декорации, в принципе, никогда. Я вам просто хочу показать там, ну... Первые минуты. Тридцать-сорок игры. Изощрённая пытка. Хватит рассматривать декорации. Так, теперь у нас есть выбор оружия. Так, давайте-ка возьмём читерский лук, у которого не кончаются стрелы. Нормально. Стрелы не остаются в текстурах, но... это уж... не серчайте. Это... Скотина, как он в меня попал? Это... Скотина, как он в меня попал? Потом переключимся на вид от третьего лица. Вот знаете, он неплох. Вот эта... анимация. Анимация. Левелап. Поднялся уровень. Для прокачки у нас используются стандартные скайримовские методы, то есть это... У нас есть одно очко, которое мы можем вкинуть либо в здоровье, либо в стамину, либо в магию, где я подниму стамину. И одно очко в обивке. То есть у нас есть по классу три ветки развитий. Это association, это убийство, shadow, это тень, и shooting, это стрельба. Потом есть... Так бы, перки, где можно вкидывать в оружие. То есть вот, допустим, в кроссбол. Боу, просто лук. И в... нашу броню. Пока брони на мне никакой нет. И развивать мы это не будем. Прокачаю я, пожалуй, вот эту способность. Assassin's Blade. Очень дамажная, крутая способность. Так. Что ты мне скажешь? Проще говоря, она нам рассказала про того жреца Мотылька, который заточен в царстве. В этом, точнее, не царстве, а в этом плане Обливиона. И нам придется его освободить, чтобы он мог вытащить нас отсюда. Как бы особо пока рассказывать об игре не хочется. То есть про квесты, про сюжет, но, тем не менее, они здесь интересны. сойдет. Как мы хором собором, все созданные на новой персонажи выбираются из плана Обливиона. Молокбал постарался, чтобы тут мало кто выжил. Хорошо. Тут нам дают возможность краситься, чтобы могли наносить дополнительные уроны скрытности. Все по меркам Скайрима, между прочим. Нет попадания. Нет попадания. Это ужасно на самом деле. Ну вот. Как видите, из скрытности это все работает намного лучше. Теперь нам нужно открыть некие точки. Сейчас немножко поиграем. Кто нам? Как это понимать, собственно? играет. А, вон. Она просто не прорисовалась. Ну, как вы видите, такие приколы тоже есть. я играю в эту игру на максимальных настройках, тем не менее... вот видите, его даже моя способность не видит. Так что не знаю, что это за баги такие. Надеюсь, они это поисправляют. Тем более, это начальная локация, не нужно было вылезать просто. Просто как я не знаю. До свидания, глазик. Так, теперь вот так выглядит карта. Это как обычная карта местности в Скорее. Только она уже возможно отрисована. Не буду отвлекаться на всяких товарищей неугодных. По-прежнему можно спринтить. она говорилась про Гермеуса Мор, между прочим. Тоже Деидерический принц. Не понял, сейчас. нам нужно найти Кадвала. Где этого черта искать только? А вот это здесь. Это местный местный сторожил. в центре ночи Два dead king скот по fight back to back face each other drew their bows с так как видите все постепенно прорисовывается такая отрисовка не может просто не рада но тем не менее играть в это это можно м чеки удачи да хотя нет лида он уже дал нам точку так сейчас попробуем по скрытности все видите с одного быстро очень и очень и очень приятно между прочим так так теперь мы будем уже выбираться из этого места сначала мы найдем этого жреца который нас вытащит отсюда а дальше будет открытый мир надеюсь на открытом мире мы уже остановимся с первой беты немногое поменялось я вам скажу какие-то растения так продолжим наше следование это различные различные ловушки а черт так вроде как не зацепил ай вот это зацепило да так так где-то сюда да да черт чертовы копья как видите уже изобилие персонажей присутствует на этой локации тем не менее вот квестовая локация они остались нетронутыми то есть это похоже на строку зл прибавли где вы проходили через специальную пылину пилину заговорились потому что записывалось это все с раннего утра как только узнал что можно заливать материалы по бетти на ютубе так сразу иначе так что не знаю как оно будет может это естественно только для избранных разрешат но кто знает этот материал в любом случае я отсниму что пожертвовала собой и вытащила товарища поехали дальше сейчас нас ждет сражение с одним из демонов этого плана 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 обливия каждый дейдрический лорд он отличается своими извращенствами такими сколько мы знаем дейдрический лорд молок бал это принц жесток поэтому удивляться местным декорациям нечего но также присутствуют отмычки как видели я из сундука поднял локпик так так а вот и он молок бал как дела а вот это его демон демонов а а а как вы видите с ним покончено так она не очень сложно тем более что тем более что тем более что тем более что я взял лук который имеет бесконечные стрелы и довольно неплохой дамаг что тут у нас есть такая функция журнала где мы можем почитать всякие записки заметки про квест это время давай не будем сейчас разводить диалоги что время пришло что нам пора вернуться в нормальный мир и остановить вторжение и остановить вторжение на Эдро на этом все интересно на этом все интересно на этом все интересно я согласен что полетели отныне мы попадаем в открытый мир с полным взаимодействием с другими игроками с побочными квестами которые просто так валяются по миру там допустим вы найдете под каким то камнем какой то пергамент и получите квест буквально как то так случайных охотников которые вы встретите на территории или зайдете в пещеру и найдете клад то есть это перенеслись с максимальной возможностью на этот движок технологию Скорим итак где этот товарищ я никого не наблюдаю честно говоря может он где то здесь все таки да вот его он просто не прогрузился я не могу это еще помните что мы просили говорить с Рано хорошо он нам дал кольцо он нам дал кольцо так капитан Рано так капитан Рано очень очень успешно очень постепенно но тем не менее мы уже в открытом мире у нас есть начальная точка у нас есть конечная точка что мы будем делать между ними это никого не интересует поэтому за это я и люблю Скайрим да графика тут значительно уступает даже уступает обливиум но тем не менее это многопользовательская игра и я привык что так вот видите я законопатил нескольких живот можно использовать это? это некромансерство что-то должно быть сделано мертвая если ты уверен и какие люди помогут нам нужно разобраться что все таки за чертовщина творится на этих руинах тут как вы видите поднялась нежить это не очень радужно все это не очень радужно все то есть боевка довольно динамичная да я не скажу что ее можно ставить в пример Neverwinter потому что это совершенно другие игры но система NoTarget как бы интересно вплелась в игры в игру . Олевер куда пойдем первонаперво у нас есть три точки В трёх точках нужно поднять некие амулеты или знаки, как-то так это всё называется, для того, чтобы открыть древнюю дверь. А, вот там. Итак, левеллаб. Подниму немножко здоровья. У нас в блейд третьего, да? Нужен четвёртый ранг. И теперь вкину в weapons стрелы. Так, ну как вы видите, маг всё принял, всё принял на себя. Так, осталось ещё два знака. Я, пожалуй, этот квест выполню и на этом закончим наш такой осмотр. Потому что... Как бы те, кто подавали заявку, уже всё равно большинство получили. Варона, ты бессмертна, почему? Да, большинство уже получили ключ на ЗБТ. Кто не получил, тот мог его купить за довольно смешные деньги сейчас. Именно ключик на ЗБТ. Я не говорю про саму игру, про предзаказы. Которые стоят действительно непомерных денег, за то, чтобы чуть-чуть раньше поиграть в игру. Я этого не понимаю. То, что добавили расу имперцев, ну что ж, это предсказуемо. Потому что её действительно не хватало. А вот то, что её действительно приходится некоторым людям докупать, ну придётся, если кто-то захочет поиграть. То это уже, я вам скажу, это маркетинг. Не очень всё хорошо для простых геймеров. Я по-прежнему придерживаюсь того мнения, что Zelda Scrolls Online долго не продержится на платной подписке. Ну потому что вот даже с того, что вы сейчас видите, такая, я думаю, будет вся игра. Я не намного дальше дошёл в основной кампании. Когда играл в первой бете, во второй бете. Но тем не менее. Да, боёвка становится динамичнее, всё это становится намного красивее. Там приходится как-то размышлять, думать, собирать людей, даже вот на боссов. Хорошо. Я не знаю, зачем я собираю их, но тем не менее. Размерзлась дверь. Ничё мне напоминает недорогие друзья. Скоримская дверь. Древние нордские руины. Я стою еще раз на... Уберите его. Да не хуй петь. Вы никогда не уберите его. Или вот этого надо убить. Вы выполнили свой purpose. Хорошо. Наша задача выполнена. Мы не дали некроманту воскресить драконьего жреца. Ну, читать я это не буду. Мы не дали некроманту поднять драконьего жреца и обратить его на свою сторону. Вот так и заканчиваются тут квесты. Правда, одно интересно, что со входа дверь одна. А... Вот. А при выходе дверь совершенно другая. Девушки отдыхают. Ковенант здесь? Я не думал, что эти милк-дринкеры оставатся в их таблине, если это некроманта. Так. Новые квесты. Нам приказано вернуться. И рассказать это все капитану. Тем не менее, на этом я, пожалуй, завершу свой такой осмотр, обзор в The Elder Scrolls Online. Все получилось как-то так скомканно, не очень ясно. Но, тем не менее, я вам показал геймплей. Геймплей за лучника класс Nightblade. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok